Говорят, что история повторяется дважды. Впервые как трагедия, вторично как фарс. Сегодня это произойдет на сцене школы драматического искусства. Переосмыслить всю мировую историю в форме оперет и понарошку рискнул француз Валерна Варина, преданный последователь Бекетта и Анеско. Постановку осуществил соотечественник драматурга Кристоф Фитрие. О пристрастии режиссера к театру абсурда говорит список его любимых авторов, в числе которых Джойс, Хармс и братья Пресняковы. Фитрие уже не раз работал в России, в странах бывшего СССР. Ставил и в Москве, и в Петербурге, и в Сибири, и в Средней Азии. На генеральном прогоне оперет и побывала наша съемочная группа. Сразу не скажешь, что здесь он главный. В этой спортивной шапочке режиссер Кристоф Фитрие совсем не похож на мировую знаменитость. А между тем в Европе почти нет театра, где бы он не ставил. Моя душа такая, я подсчастливый, я очень люблю место, где я нахожусь, и за людей, потому что это люди, это не место важное на самом деле, это люди. Он учился на режиссера в Мюнхене, на артиста в Женеве. В Россию впервые приехал в 90-е. В театре студии «Человек» до сих пор идет его спектакль «Между нами». Пять лет назад в школе современной пьесы начатку оперет и понарошку привез Валерана Варина, самого парадоксального французского драматурга. Теперь очень по-французски ставит Кристоф оперетку в Москве. Веселенький апокалипсис, который ожидает нас всех в недалеком будущем, со множеством ассоциаций и смыслов. Этот спектакль сложный в том, что он полифонический, он потребляет огромное количество художников, артистов, хор, 12 человек, 10 музыкантов, надо петь, и все этот процесс длится довольно долго. Автор пьесы Валерана Варина в Москву не приехал, но его присутствие здесь чувствуется, не случайно его называют самым ярким голосом современных подмостков. Свой театр драматург называют «Театр для ушей». Его тексты почти непереводимы, в них много несуществующих слов. Наталья Мавлевич адаптировала его оперетку дольше, чем писал ее сам Наварина. Тем не менее, смысл пьесы до сих пор остается туманным для актеров. Наталья Мавлевич, ну как бы это человек, который сделал Наварина русскоговорящим, и я старался с ней как бы разговаривать, ну то есть какие-то адекваты, синонимы там подбирать. Он говорит, там может быть все что угодно в французском тексте, который придумывает Наварина. Оксана Мухина в этой истории месяц вскочила на ходу в идущий поезд и обожглась. Эстетика другая, такое не открыть ключиком русского психологического театра. Системой Станиславского здесь не пахнет. Настоящий абсурд абсурдов. Эстетика не выдерживает такой пафосности, театральщины. Наоборот, все такое как бы стертое, как будто это полная импровизация и абсолютный хаос. Олег Глушков ставит танцы для оперетки. Хореограф-стиляк от души повеселился на этом проекте. Руки развязаны, никаких табу, делает все что хочет. Кристоф дает достаточно свободу, поэтому мы пробовали, что хотели. Что-то осталось, что-то нет, но так весело проводим время. С легкой руки Глушкова артисты вошли во вкус. Теперь в оперетке для них приоритет не слово, танец. Фишка в том, что это некий балет. И для актеров очень интересно исполнить этот балет вдохновенно и над паркетом, как говорит наш хореограф. Все, что касается песен и музыки, Кристоф полностью отдал в руки Вартана Ерициана. Композитор заново переписал французскую партитуру, сделал российскую версию и сам стал за дирижерским. Вот он сейчас поет какой-то блюз. До этого была фуга в стиле Баха. После он споет григорианский хорал. Потом будет фрагмент как бы опера Россиния. То есть вот это. Там нет стилизации, нет цитат, но я с этим как бы играю. Такое сходу не споешь. Больше года артистам ставили голоса. Они распевались, учили тексты. Но до сих пор артисты хора так и не поняли, кто они на самом деле. Греческий или японский хор. Поскольку это все так очень закручено, мы пока сами не совсем до конца понимаем. Мы то ангелы, то вот какие в японских почему-то нарядах. Опередка испытаний и для публики, и для актеров. Вопрос, смогут ли одни выдержать такое количество абсурда, а другие удержать внимание в этом антитеатре. Поэтому мы естественно безумно волнуемся. Естественно не знаем, как это все будет воспринято. Нас могут закидать гнилыми помидорами. И мы к этому готовы, потому что это эксперимент. Сам Кристоф спокоен. Знает Валерна Варина крепкий орешек, но за 20 лет знакомства он привык к его театральной провокации. Елена Ворошилова, Владимир Бокарев, Новости культуры.